шалом сегодня наша тема книга написанная арабом моши хайм луцату и садат яшари для начала пару слов об авторе мы не будем пытаться описать личность этого человека потому что с тем же успехом могли бы попробовать описать личность мошира бейну или ангела гавриэля нам это не под силу но на короткую историческую справку мы можем рассчитывать так ров мужа хайм луцата принято его называть сокращенно по брали аббревиатуре его полного имени рам хай рам хай родился в венецианской республике в городе падуя в 1707 году рам хай прожил 40 лет за эти 40 лет он успел создать целый ряд фундаментальных наиважнейших трудов он признан как человек который внес огромный вклад в возрождение еврейского языка лошона кодыш святого языка возрождение этого языка как литературного рабочего на котором впоследствии создавались книги он также внес вклад в возрождение поэзии на этом языке на лошона кодыш рам хай жизнь рам халя пришлась на непростой период в еврейском народе еврейские общины тогда переживали реабилитацию после травмы нанесенной иудаизму в целом общинам европы и всему миру драма нанесенным шабтай цви лжи мессия который нанес ужасный вред еврейской жизни кому интересно может почитать более подробно это про этот период можно без проблем найти информацию на эту тему в любом случае то что касается сейчас нас в то время еврейские авторитеты руководители общин логично естественно были вынуждены с особым подозрением с особой бдительностью относиться к каждому учителю лидеру проповеднику который занимался кабалой почему потому что были опасения страхи совершенно обоснованные что последователи шабтай цви будут продолжать его дело что у него будут подражатели это были очень серьезные опасения ибо как я уже сказал последствия этой истории были тяжелейшие вот в том числе и и рамка и рамошу хангу цата тоже подвергся гонением травле ибо он был один из величайших наверно уже на том ведь уже на тот момент известных очень известных специалистов сфере кабалы и преподавателя кабалы у него были ученики уже на тот момент вот и многие многие авторитеты руководители общин подвергали его преследования и в принципе вплоть до его ухода из его из жизни в городе акула в рецисраэль после уже после к сожалению после его смерти отношения к нему и к его трудам были присмотрены они были признаны как абсолютно легитимные и даже больше того например книга маселдата шарима который мы будем говорить на этом на этой беседе на последующих эту книгу часто сравнивают с шелхана рухом в каком плане в том плане что как шелхана рух свод законов шелхана рух стал основным трудом основной книгой сфере аллахи законов повседневной жизни еврейский еврейского народа также и населеда шарим стала основной книгой базисной фундаментальной книгой в своей сфере что это за сфера о чем говорит эта книга какие цели она преследует для того чтобы понять найти ответ на эти вопросы нам для начала как минимум требуется разъяснение некоторых базисных понятий иудаизм вообще для того чтобы получить максимально пользы от этой книги а польза от этой книги пользу ее преувеличить невозможно люди которые серьезно отнесутся к этому предисловию о котором мы сейчас говорим эту введению в книгу в эту книгу люди которые серьезно отнесутся к изучению этой книги откроют для себя целые миры они увидят как их отношение к пути торы и иудаизму закону к еврейской мысли меняется просто на глазах эта книга позволяет увидеть всю насыщенность всю красоту логику и глубину нашей веры нашего пути по определению самого автора рамхаля цель этой книги такова сам автор говорил что не вредит звучит как и бурзы из кантили хабер где и линаме для от сми у нас кирли ахарин этная вода аж лима лима драготе понимается это следующим образом рамхаля говорит что книга это создана с целью разъяснения условий а вода ашлема на этого вода ташем ашлема и здесь требуется некое разъяснение что это вообще значит а вот от ашем в общем что есть а вот от ашем что-то же машина обычно переводится понятие а вот от ашем как служение творцу служение всевышним и складом у сг 13 второе 뜻ах нетры которой не используется некоторые уточнения потому что часто понимание этого этого моменты искажается ну часто понимаем авода ташель служения всевышним как пресс-служивание служение как прислуживание творцу и во том что творцу всевышним не требуется мне слуги ни рабы и ни почитателей тем более не жертве свыше не прекрасно справляется без всего этого. Таким образом, Авода Таше нам следует понимать больше как не прислуживание, а служение цели, служение предназначения. Как если бы мы говорили о каком-то инструменте, о каком-то предмете, каждый предмет служит своему предназначению. Ручка служит своему предназначению выведению букв на бумаге. Все, созданное в этом мире, имеет свое предназначение, и служит этому предназначению. Когда что-либо служит своему предназначению. Вообще, слово Авода, Налашона Кодыш, Авода, переводится как работа или обработка. Давайте поймем, что есть обработка. Обработка – это манипуляция, которую мы проводим с неким изначальным материалом, материалом бесформенным, материалом, который может быть также иметь какие-то примеси, инородных материалов. Мы берем этот исходный материал и обрабатываем его. То есть, придаем ему определенную форму, определенный размер, и очищаем его от лишних примесей. Это делается для того, чтобы мы могли использовать целенаправленно качество этого материала. В зависимости от того, какие качества и с какой целью мы хотим использовать, в зависимости от этого будет и сам труд вот этой самой обработки. А Вода-то Адама, обработка земли. Когда мы берем дикую землю, очищаем ее от корней, сорняков, придаем ей определенную форму, грядки и тому подобное. То есть, придаем ей нужную форму для того, чтобы использовать ее качество в сельскохозяйственной деятельности. В контексте нашем духовном Авуда-то Ашем нужно понимать следующим образом. Авуда-то Ашем это, если можно так выразиться, обработка, когда исходным материалом является человек. Человек по определению мудрецов в другом месте рождается изначально нецелостным, рождается, как они выражаются, диким, необузданным. Наша работа, цель нашей жизни заключается в том, чтобы сформировать себя, сформировать, может быть, наших подопечных, таким образом, чтобы я как человек, я как еврей, смог быть носителем Торы, смог быть человеком, идущим по путям Торы. Таким образом, Авуда-то Ашем, это, в своем полном понимании, это формирование личности человека, как носителя Тора, идущего по путям Торы. Что вообще такое пути Торы? Здесь тоже требуется некое разъяснение. Ведь для многих Тора, пути Тора, религия, религиозный человек, что это такое? Есть определенный свод законов, предписаний или запретов, которые, если человек их исполняет, он является евреем, он является соблюдающим человеком. Дело в том, что это не совсем точное определение иудаизма. Это не совсем точное определение религиозного еврея. Ведь эта часть религии, уверования, то есть какие-то предписания, запреты, это лишь одна из частей, одна из составляющих Тора. Эту идею мы можем видеть в том, что говорит мудрец Рамбан в недельной главе к Дошим. Там, в самом начале, он определяет для нас следующее понятие. Звучит это как, на иврите, на лошадном клаве, звучит как Наваль Брешута Тора. Что такое Наваль Брешута Тора? Сами по себе два этих слова переводятся как Наваль, переводятся как низкий, мерзкий. Решут переводится как территория, владение. Таким образом, Наваль Брешута Тора, в общем, имеется в виду человек, который определяется, уровень которого определяется как низкий человек, мерзкий человек, потлый человек, некачественный, который находится во владениях Торы. Что это значит? Вообще, что такое территория, что такое владение? В географическом контексте территория это место, которое имеет свои характеристики, свои данные. Географические данные, геологические данные, топографические данные, флора, фауна и тому подобное. Кроме этого, у территории, у этого места, кроме своих вот этих вот изначальных данных, есть также предназначение. Предназначение это обуславливается какой-то волей хозяина или эксплуататора этой территории. Теперь, то, что происходит, события, действия, которые разворачиваются на этой территории, они всегда в какой-то мере будут зависимы и определены условиями, данными этой территории. Но при этом всегда можно обойти предназначение этой территории. То есть можно не считаться с предназначением этой территории. Если в том случае, когда это... То есть следование предназначения этой территории, оно уже зависит от воли, от сознания человека, как участника событий на этой территории. Это определение решут, владение территорией. Теперь давайте попробуем понять, что это значит в контексте Торы. Если рассматривать Тору как некое владение территорией, на которой есть свои условия, эти условия, аллегория имеется в виду какие-то запреты или какие-то предписания, это то, что сравнивается с условиями территории. Кроме этого, у Торы есть еще предназначение, есть задумка создателя, владельца, хозяина этой территории. Таким образом, мы уже можем понять понятие Навальбера-Шута-Тора. Навальбера-Шута-Тора это человек, который находится во владении Торы. То есть он да считается с условиями этой территории, то есть в нашей аллегории с предписаниями или запретами. И при этом остается человеком, уровень которого не соответствует предназначению этой территории. Не соответствует предназначению Тора. Таким образом, мы уже понимаем, что Тора, с одной стороны, является сводом законов, предписаний, запретов, которыми мы обязаны придерживаться. Понятно, что Тора, Торы нет, он не может существовать без, так же как законов Йом-Кипура, законов из Торы, нарушение которых грозит в некоторых случаях каретом, так же Тора не может существовать без постановлений мудрецов, как омовение рук перед трапезой, перед питанием хлеба. Следование этим самым предписаниям и запретам, это неотъемлемая часть Торы, но это всего лишь часть Торы. Кроме этого, у этой территории есть еще и предназначение, есть еще и задумка, воля, воля того, кто дал нам эту Тору, воля Всевышнего. Таким образом, Рамбан в своих комментариях на прошедшую главу к Душим открывает нам следующее. Человек может находиться, условно говоря, на территории Торы, то есть соблюдать все предписания, соблюдать законы, быть человеком, соблюдающим законы Торы, но при этом, как человек, как личность, находиться на уровне, который Рамбан называет там наваль, буквально привести низкий, мерзкий человек. Это явно не то, чего хочет от нас Всевышний, это явно не то, для чего Всевышний дает нам Тору. Иудаизм Тора в полном, в целостном понимании этого является мудростью, как определяет это исследователь иудаизма, мудростью совершенствования человека. Тогда как соблюдение законов является лишь одной, неотъемлемой, безусловно, неотъемлемой во всех своих мелочах и нюансах частью этой работы. Работа эта является целым искусством, целой глубочайшей мудростью. Дисциплина, которая изучает эту мудрость, называется мусар. Рамбхаль создал эту книгу, написал эту книгу, как руководство в этой самой работе. Руководство по совершенствованию, по формированию человека, личности человека, дабы он мог считаться человеком Торы, человеком соответствующим пути, в общем, в целостном понимании пути Торы. это то, о чем говорит эта книга. Все это нам необходимо понять, прежде чем мы начнем ее изучать. прежде чем мы откроем Агдама, предисловие к книге Масады Ширим, позже мы увидим, поймем с Божьей помощью, что на самом деле предисловие к этой книге, оно не совсем похоже на то, что мы привыкли читать предисловиями. Это первая глава, первая, самая, наверное, важная глава в этой книге, без которой мы не можем понять то, о чем будет идти речь. Итак, это было краткое, необходимое введение в интереснейшее изучение книги Масады Ширим. И как я надеюсь, что мы уже поняли после этого введения, что не только изучение книги Масады Ширим, после этого введения, надеюсь, что мы поняли, что книга Масады Ширим не является только лишь познавательной книгой, познавательным трудом. Она не является книгой, целью которой является дать нам какую-то новую информацию. Эта книга именно руководство, именно учебник по Авода Ташем, по формированию личности носителя Тора. На сегодня все. Большое спасибо за внимание.